Привет, и мы продолжаем рассмотрение возможностей ZBrush 2020. Сегодня говорим обо всем, что касается новых фишек в Polypaint и как следствие в маскировании. Есть вот такой эскиз с рисунком нанесенным. Это Polypaint, то есть текстуры никакой здесь нет. Материал SkinShade 4, белый материал. И новая возможность позволяет на лету менять нанесенный вертексный цвет и текстурный цвет, но об этом позже. Итак, вертексный цвет находится в палитре Tool с палитрой Polypaint. Раскрываем ее, и при наличии на модели Polypaint, обязательное условие, что он должен быть активен в значок кисти, либо нажата вот эта кнопка Colorize, что делает в общем-то то же самое. И видим, что когда Polypaint не активирован, то и эта кнопка не активна, имеем это в виду. Итак, нажимаю Just Color, и появляется дополнительное окно. По логике похоже на плагин Polygrouped, который мы уже рассматривали в курсе. Осуществляется навигация точно так же, как на холсте. Здесь вверху есть кнопки для быстрого позиционирования по центру, то есть писать в экран. Зуммирование, перемещение и выравнивание по мировому центру. Как мы видим, вращение в этом окне независимо от основного холста. И какие еще опции здесь есть? Reset кнопка сбрасывает все, что мы здесь настраиваем. Скажем, если вот так поменяли цвет, Reset сбросит все к моменту открытия этого окна. Кнопка Restore будет возвращать к тем настройкам, которые мы здесь делаем. То есть если вот так ставим опять-таки ползунок, Reset сбросит, Restore снова вернет в это положение. Hide Colors скрывает весь Polypaint с модели. Hide Material скрывает и материал, который активен на данный момент, оставляя Flat Material абсолютно белый цвет, без шейдинга. Hide Mask скрывает маску. Если у нас есть маска на модели, к примеру, вот так я участок маскирую. Открываем, видим, что маска есть. Hide Mask скрывает эту маску, но по-прежнему она работает. То есть здесь просто не отображается она для более удобного вида. И Inverse Mask делает инверсию маски, но не той, которая была нанесена, а которая настраивается вот здесь ниже. И как раз с этого мы и начинаем. Итак, задача какова? Изменить цвет, скажем, вот этого верхнего узора. Так как здесь оба цвета красных, один цветовой код используется для них, то нижний вот этот узор нужно замаскировать для того, чтобы он не попадал в область влияния инструмента и не изменялся его цвет. Итак, маска готова. Переходим в Adjust Colors. Видим, что маска здесь существует. И теперь, допустим, если будем изменять цвет вот так, то можем изменять только один вот этот цвет. Но здесь дело в том, что у нас модель белого цвета. Поэтому группа вот этих ползунков, она не будет влиять на основной цвет, так как он и так белый. Но интенсивность, мы уже видим, влияет на весь цвет. То есть белый становится серым. Нам этого не нужно. Я сбрасываю все это. И задача замаскировать теперь по цвету, по этому красному цвету, наложить маску. Вот здесь у нас есть 8 каналов маски. И мы можем указывать тот цвет, который будет замаскирован. Вот поэтому селектору кликаем и перетягиваем пикер на цвет. Видим, что маскируется вся модель. И та маска, которая была до этого, перезаписывается. Вот эта кнопка Override как раз и позволяет перезаписывать маску. Если мы хотим маску исходную сохранить, нажимаем кнопку Mask. И та маска остается. А вот эта маска добавляется. Итак, есть у нас вот такая маска. И сейчас я задам вот такой контрастный цвет. И видим, что вот здесь остаются пиксели красного цвета. Поэтому их попробуем поймать в другой диапазон, в другую область маски. И вот сюда подводя, ловим вот этот пиксель. Видим, что уже здесь не такой ярко красный цвет. И в третий селектор пробуем ловить уже этот цвет. Более розовый, но видим, что вот она пошла белая такая окантовка. Если не устраивает такой результат, вот этот канал можем просто отключить. И остается вот такой результат. Параметрами допуска можем ловить степень влияния этой маски. Но здесь перестараться тоже нельзя, потому что тогда замаскируется, точнее размаскируется то, что нам не нужно. Вот эта кнопка Inverse Mask как раз теперь может инвертировать область. И мы получаем замаскированными наоборот только Polypaint, который есть. Кстати, это один из вариантов из новых возможностей добавления маски по Polypaint. То есть интерактивный выбор маски в соответствии с цветом. Но нам сейчас нужен вот этот цвет. Параметром Blur еще можем разблюрить имеющуюся маску. Но здесь нужно быть внимательными, потому что Blur он съедает эту маску вовнутрь. И мы получаем как бы вот этот край изначально красный, который остается. Именно для этого мы контрастный зеленый цвет и поставили, чтобы видеть разницу. И вот если увести в ноль, то мы получаем абсолютно жесткую такую четкую маску. И здесь вот эти белые участки доводим до такого состояния. Но все-таки у модели 5,5 миллионов точек. Не так это много для корректного Polypaint. Тем не менее, результат уже какой-то можем получать. И теперь уже подбираем тот цвет, который нужен. Ползунки здесь абсолютно классические. Тон, насыщенность, интенсивность, контраст и гамма. Подкручивая их, можем получать те или иные результаты. Когда настройка завершена, нажимаем ОК. Здесь маску сбрасываем. И получаем вот такой цвет, который, как видим, уже отличается от исходного цвета. Если нужно снова поработать с цветом, заходим опять сюда же. Я нажимаю Restore. И он возвращает последние настройки. Но маску здесь по-прежнему нужно ловить. Тогда уже на этом розовом цвете. И алгоритм, в общем, тот же самый. Если, скажем, оставляем только вот этот цвет. Можем разблюрить. Даже вот так и получить, скажем, вот такой цвет. И здесь при сбросе маски видим, что как бы красная обводка, которая изначально была, она сохранилась. То есть таким образом можно создавать и градиенты плавные, и вот такие обводки. В общем, поиграйтесь. Мощный параметр. Интересная функция, с которой можно успешно работать. И следующий вариант. Та же самая функция работает и для текстур. Причем, неважно, есть у модели UV. Ну, у этой модели UV есть. И в текстурном слоте у нее есть вот эта карта как раз как текстура. Но она сейчас не активна. Сейчас за покраску отвечает Polypaint, не текстура. И вот здесь в разделе текстур, текстур, у нас есть та же самая кнопка Adjust Colors. Но работает она только при активном стеке текстур в левом шелфе. То есть выбираем текстуру. Любую абсолютную текстуру. Видим, что это на модель никак не влияет. Мы будем настраивать только ее сейчас. Кнопка становится активной. Выбираем эту текстуру и тем же самым образом настраиваем. И добиваемся тех результатов, которые нужны. Скажем, вот такую менее интенсивную текстуру уже получаем. Здесь она переподключается сама в этом стеке. И можем к модели применить уже ее. Теперь будет не Polypaint отрабатывать, а именно текстура. Если текстуру выключить, возвращается Polypaint. Для этого, повторяю, у модели должна быть UV для работы с текстурой. Но о текстурах мы еще будем говорить по курсу подробнее. Сейчас о возможностях цвета. Adjust Colors работает и для Polypaint, и для текстуры. Для текстуры мы берем его вот отсюда. И следующая возможность, которая появилась в 2020, это работа с цветом, с его насыщенностью, с его интенсивностью. Скажем, есть у нас опять тот же самый рисунок Polypaint. Но в какой-то определенный момент мы решаем его скрыть, чтобы посмотреть, как отрабатывает материал, как вообще работает шейдинг. И переходим в настройки Render. И вот здесь ползунок Fade Opacity как раз есть. Добавлю палитру сюда. И накручивая значение этого ползунка, будем видеть, как растворяется цвет. Таким образом, можем сразу оценить и шейдинг, и такой полупрозрачный цвет. И, кстати, на конечном рендере, Best Preview Render, если кнопку нажать, мы увидим уже игру теней. И как раз тот уровень прозрачности, который мы установили для цвета. Рядом селектор цвета, Fade Color. Если его выбрать и установить цвет, здесь мы определяем выбор того цвета, в который будет уходить модель. Скажем, вот сейчас красный, накручиваем прозрачность, она уже уходит в красный цвет. И можем, например, смешивание получать вот такого рода. И на рендере то же самое будет отрабатывать, но уже с корректными тенями, в зависимости от настройки материала и в зависимости от настройки света. Этот урок можно будет найти в разделе маскирования и в разделе цвета в нашем курсе по ZBrush. И на этом все. До встречи в следующем уроке, где продолжим рассмотрение новых возможностей 2020.